Ребята, всем привет! Сегодня мы изучаем программу Procreate, разберемся, как здесь, что работает, поэтому давайте начнем. Значит, смотрите, я сначала покажу, как выглядит иконочка, да, я ее вот сюда вам вынесу. Procreate выглядит вот так, для тех, кто не знает, вы вбиваете в App Store Procreate, он платный, по-моему, сейчас стоит 1000 рублей, вбиваете, и здесь он у вас вылетает. Значит, соответственно, здесь у меня открыть, у вас будет это скачать, оплатить и так далее. Значит, смотрите, вот мы с вами попадаем в галерею объектов, здесь находятся все мои работы, все мои холсты. Здесь у нас есть тоже инструменты по работе с этими холстами. Значит, смотрите, выбрать, мы можем выбрать несколько элементов и, например, добавить их в стэк, просмотреть их, поделиться, продублировать и удалить. И просто закрыть выбранные действия. Значит, смотрите, если мы сделаем стэк, то произойдет, соответственно, вот такая группа, да, и у меня два объекта будут находиться в группе. Если мы, соответственно, выберем продублировать, например, то у меня продублируется тот же файлик. И если я выберу удалить, то, соответственно, у меня удалится эта иллюстрация. Все, я нажимаю закрыть. Дальше мы можем с вами импортировать наши файлы и изображения. Вот, значит, мы можем вставить сюда фотографии. Дальше мы можем с вами создать новый холст. И вот у меня представлены здесь холсты, размерами которых я пользуюсь. То есть я специально подготовил размеры холстов, которые мне нужны. И, соответственно, ими я и пользуюсь. Здесь есть плюсик, на который мы нажимаем для создания нового холста. Значит, смотрите, давайте мы разберемся со свойством холста. Это важно. У нас есть параметры холста, то есть его размеры. Это миллиметры, сантиметры, дюймы и пиксели. Я рекомендую к использованию сантиметра. Редко я пользуюсь дюймами. Например, я ставлю 9 на 16. Это формат съемки телефона, например, или формата видео в ТикТоке. Или сторис, вот мне нужно, например, сделать. Я ставлю дюймы и пишу 9 на 16 или 16 на 9 формат ютуба. Дальше. Сантиметры. Сантиметры я пользуюсь от, грубо говоря, 20 до 50 в плане максимальной величины одной стороны. И, соответственно, у нас есть ширина и высота. Давайте мы зададим параметр 20 на 30, к примеру. И дальше у нас идет вкладочка DPI. DPI – это количество точек на 1 дюйм. Количество пикселей на 1 дюйм. Значит, смотрите. Чем больше DPI, тем лучше разрешение холста. Тем он качественнее. При приближении, я вам покажу, вы не будете видеть пиксели больше времени. И, соответственно, от количества DPI зависит, сколько у вас будет слоев. Например, здесь я поставлю 500, у меня будет 24 слоя, при том, что у меня iPad Pro. Например, на обычных iPad или поменьше версиях будет, соответственно, слоев поменьше, потому что просто не хватает мощности. Если я поставлю 300, то у меня будет 76 слоев. Какие параметры DPI используют? Смотрите. Например, очень часто используют параметр 300. Я использую 450 и 600. 300 – это стандартное и для печати порой, и для вообще, в принципе, пользования в интернете. Это достаточно хорошее разрешение. Почему я использую 450 и 600, потому что проще потом сжать картинку, чем увеличить. Увеличить нельзя будет количество DPI в плане того, что вы уже нарисовали так, соответственно, потом это очень сложно либо поменять. Там есть моменты, конечно, но это все то, что нам не нужно. У нас есть два цветовых профиля – RGB и CMYK. RGB – это наш формат для использования в электронном пространстве, то есть смотреть что-то на iPad, смотреть что-то на телефоне, везде, где угодно, на цифровых устройствах, так скажем. И CMYK. CMYK – это формат для печати. Например, если вы будете работать с типографией, то, соответственно, вам нужно будет рисовать в формате CMYK. Конечно, есть способы перевода из RGB в CMYK, но бывает потеря качества, бывают дополнительные какие-то моменты, поэтому всегда согласовывайте с клиентом, в каком цветовом профиле вам рисовать. Я всегда рисую в RGB. Если мне нужно даже для печати, есть типографии, которые уже печатают в RGB, и это намного удобнее, потому что в CMYK цвета все в более серой гамме. Значит, смотрите, параметры холста я выбираю либо вот такие, либо вот такие в RGB. Да, в CMYK там, соответственно, любые другие, но в основном это вот первый. Значит, давайте мы поставим вот этот вот формат. Дальше у нас идет таймлапс видео. Когда мы с вами рисуем, у нас автоматически записывается видео. Какого качества? 1082K или 4K? У меня стоит 4K, хорошее качество. Без потерь можно поставить, и там будет выглядеть, ну, прям вау-вау-вау картинка. Значит, свойства холста. Здесь, соответственно, можно посмотреть фон скрыт, цвет фона и так далее. Это я никогда не использовал и не затрагивал. Вот такие настройки. Цветовой таймлапс видео. Вот такие настройки. Цветовой профиль и размеры. 20 на 30. DPI 450. Нажимаю создать. И у меня создается вот такой файлик. Я его могу переворачивать, я его могу увеличивать, уменьшать. То есть, смотрите, да, могу прям сильно отдалять и сильно-сильно увеличивать. Значит, смотрите, мы можем с вами нажать и выйти в галерею обратно. У нас есть с вами несколько панелек. Это вот первая панелька работы с кистями. Вот она у меня стоит по центру. Здесь мы можем увеличивать и уменьшать размер кисточки. Об этом мы поговорим, когда будем разговаривать о кистях. Дальше у нас идет вкладка действия. Смотрите, здесь у нас идет несколько пунктов 6, которые мы тоже будем с вами использовать. Это добавить, вставить файл, фото, снимок, добавить текст. Что из этого я использую? Вставить фото, например, можно вставить фотографию. Вставить файл какой-то, сделать снимок. Ну, никто не делает снимки на iPad прям вот так. В очень-очень редких случаях, чтобы сделать это прям в моменте. Значит, добавить текст. Здесь вы можете добавлять текст на русском и английском языке и редактировать его. Например, я что-нибудь добавлю. И, соответственно, я могу менять этот текст. То есть, я могу выбирать, копировать, вставлять, изменять его размер. И полностью регулировать и работать со шрифтами. Очень удобно. Дальше смотрите, что у нас есть. Дальше. Вырезать, копировать, копировать холст. Из этого использую копировать холст. Потому что вырезать и копировать можно смахнуть тремя пальцами. О жестах мы тоже обязательно поговорим с вами. Значит, смотрите. Копировать холст для того, чтобы внести какие-то корректировки. Например, я сейчас что-то нарисую. Нажму копировать холст. И нажму вставить. И у меня вставится холст как отдельная картинка. То есть, он у меня продублировался. Значит, смотрите. Да, я это удалю. Идем дальше. Дальше мы с вами идем во вкладку холст. Это изменение и работа с самим холстом. Вот, собственно, который мы с вами и создали. Мы можем его с вами обрезать. Например, нам нужен формат не 20 на 30, а на 40. Здесь он пишет, конечно, в пунктах. В пикселях, да. Но мы с вами ориентируемся на глаз. Я всегда лично ориентируюсь на глаз. И по иллюстрации. Например, я вижу, что у меня чуть-чуть не влезает. Соответственно, я чуть-чуть расширяю. Если какие-то определенные форматы, то, соответственно, корректируется сама иллюстрация, а не размеры холста. Дальше у нас идут ассистенты и направляющие. Ассистент анимации. Для того, чтобы создавать анимацию. То есть, мы можем добавлять с вами кадры. И, соответственно, у меня будет создаваться анимация. И дальше мы ее будем смотреть. Выключу ассистент анимации. И дальше у меня идет ассистент страниц. Это для того, чтобы создавать презентации. Дальше у нас идет вкладка направляющие. И здесь мы с вами будем работать с направляющими перспективы. Значит, смотрите, здесь у нас есть 2D-сетка. Это все нужно для того, чтобы рисовать ровные линии. То есть, соответственно, включая направляющие, мы с вами можем рисовать по этой сетке вверх или вниз. Дальше у нас с вами идет изометрия. Соответственно, под определенным углом мы с вами можем рисовать линии в ту или иную сторону, которые заданы параметром. Здесь мы можем менять толщину, шаг сетки. То есть, увеличивать или уменьшать, как и в 2D-сетке. И менять непрозрачность. Делать более толстыми и более тонкими линии. Дальше у нас идет перспектива. Это очень удобный момент. Мы можем добавлять 1, 2 и 3 точки схода. Это максимум, который мы можем использовать. Значит, смотрите, немножко подробнее о перспективе. У нас есть с вами перспектива. Мы добавляем 1 точку схода. Вот это точка схода, а это линия горизонта. Соответственно, мы можем с вами менять, переставлять, выносить за холст, выносить наверх, куда угодно. Соответственно, следующая точка схода должна добавиться на линии горизонта. Те, кто изучал перспективу, говорю для новичков, соответственно, будет стоять точка схода на линии горизонта. Если мы меняем с вами, переносим точку схода вторую, то, соответственно, линия горизонта будет меняться в зависимости от того, куда перемещается эта точка. Значит, давайте мы с вами перенесем, да, добавим вторую точку, поставим вот так, и мы можем с вами добавить третью дополнительную точку. Она независима от линии горизонта, потому что она считается вспомогательной точкой схода. Вот, смотрите, я ее вот так могу спокойно передвигать. И, соответственно, также я могу их выбрать, удалить и исправлять. Значит, вот так. Дальше у нас идет вкладка симметрия. Это для того, чтобы рисовать симметрично. То есть, видите, я теперь могу спокойно, я сейчас удалю все, что мне не нужно, и я могу теперь спокойно, могу спокойно вот так оп-оп-оп рисовать. Вернемся в направляющий. Точно так же меняю толщину, точно так же я могу добавить количество этих секций, которые будут у меня рисоваться симметрично. Готово. Значит, я выключу направляющие, они мне не нужны. Дальше у нас идет вкладка референс. Это для того, чтобы импортировать изображение или смотреть за холстом, как он выглядит издалека. Например, здесь я что-то приближаю, а здесь он у меня всегда издалека. Это очень удобно для художников, чтобы не замыливался глаз. И, например, я провожу линию, а она у меня в моменте добавляется здесь. Дальше у меня идет вкладка изображение, и здесь я могу импортировать изображение из галереи. Например, сейчас я импортировал изображение из галереи. Смотрите, я могу менять размер, увеличивать или уменьшать. Здесь это максимальный размер, и, соответственно, увеличивать или уменьшать фотографию внутри. И дальше лицо. Здесь он будет показывать камеру в онлайне. Здесь, соответственно, я сейчас снимаю. Привет, да? И мы вернемся к изображению. Значит, дальше, соответственно, здесь мы можем очистить, удалить и закрыть. Дальше у нас идет отображение холста по горизонтали или по вертикали. Давайте посмотрим. Отображение по горизонтали и отображение по вертикали. Соответственно, мы можем вернуть настройки обратно. И сведения о холсте. Здесь у нас написана вся информация о холсте. Размеры, слои, количество слоев, которые мы уже использовали, которое доступно осталось. Цветовой профиль, параметры видео, статистика. Очень интересно. То есть мы с вами 6 минут уже рисуем на этом холсте. И общее число штрихов это 14. А общий размер файла 4.25. Нажимаю отмену. Дальше у нас идет параметр поделиться. Это сохранение холстов, соответственно, в том виде, который нам нужен. У нас есть здесь форматы Procreate. PSD это фотошоповский. Формат PDF, я думаю, все знакомы с ним. JPEG это, соответственно, самый часто используемый. Сжатый формат PNG это формат без фона. И TIFF хорошее разрешение. Дальше у нас идет поделиться слоями. Соответственно, здесь PDF файлы, PNG файлы, анимированные GIF. И другие файлы. Я использую только вот эти пункты. Их тут 6. 6 верхних форматов для импортирования изображения. Дальше у нас идет вкладка видео. Мы здесь можем смотреть таймлапс видео. Увеньшать или увеличивать скорость. Точнее регулировать момент видео. То есть смотрите, я тяну ползунок. И он у меня показывает. Здесь он показывает, сколько времени будет идти видео. Соответственно, я могу отменить запись таймлапс видео. И экспортировать таймлапс видео. Дальше у меня есть настройки. И здесь я могу настроить светлый интерфейс. Он будет выглядеть вот так красиво. Дальше интерфейс под правую руку. Он перенесет кисточки сюда. Соответственно, здесь я могу рисовать левой рукой. Без задевания этой панельки инструментов для кисточек. Дальше у меня включен курсор кисточки. Смотрите, что это такое. Давайте я возьму пенсл. При введении кисточки у меня показывается здесь ее форма. То есть если я выключу, в принципе, на этой кисточке не сильно заметно. Давайте я поменяю кисточку. Например, возьму аэрограф. Смотрите, здесь не отображается курсор кисти. Но если я включу, то у меня будет показываться граница этой кисточки. Видите, вот этот кругляшок появился. Соответственно, это курсор кисти. Он показывает, где оканчивается кисточка. Дальше тут идут параметры. Тоже стилусы старой модели. Нажимы сглаживания, управление жестами. Вот самое для меня кайфовое. Это управление жестами. Почему? Например, чтобы мне что-то отменить и не тыкать вот сюда. Давайте мы интерфейс еще поменяем под мою руку. Значит, смотрите, соответственно, если мне что-то отменить, то мне нужно тыкать сюда. Но в процессе, когда я рисую, чтобы сюда не тянуться, мы уже, люди, стали более ленивыми такими. И жизнь становится проще. Поэтому мне проще вот так два раза тыкнуть на экран и отменять. Три раза это вернуть действие назад. Смотрите, еще раз. Два раза отменил. Три раза тыкнул. Вернул. Поняли, да? Значит, управление жестами настраивайте под себя. Смотрите, здесь есть параметры касания, Apple Pencil плюс касание, квадратик плюс касание и просто Apple Pencil. Разные форматы, разные режимы. Настраивайте, как вам удобно. Например, в базовом, если вы только купили iPad, то, соответственно, у вас в базовом будет переключение двойным тапом на Pencil на ластик. У меня это пипетка. Смотрите. То есть у меня включается пипетка. У многих она раньше включалась вот так. У меня при задерживании включается выбранный слой. То есть для того, чтобы не искать миллион раз. И, например, я здесь поставил точку, грубо говоря. И вот я рисую сложную детализированную иллюстрацию. Для того, чтобы не искать, я нажимаю. И он у меня переключается на слой номер один. А пипетка у меня включается вот таким образом. Ластик, соответственно, оп, я стираю вот так. Дальше в управлении жестами я поставил квадратик для того, чтобы включать направляющие. Прямо сейчас у меня включена симметрия. И я могу еще раз нажать на квадратик. И у меня будет включена симметрия. Дальше справочный центр. В принципе, здесь я ничего не использовал никогда. Первые пять пунктов это единственное, что я использую. Из них основные это четыре. Дальше идет параметр настройки. Здесь у нас важный это тон, насыщенность, яркость. Здесь мы можем с вами менять тон. Насыщенность сделать более ярким или менее насыщенным. Дальше яркость, соответственно, более светлым или более темным. Я думаю, что вы можете потыкать и порегулировать это сами. В уроках я буду показывать при надобности, какие настройки ставить. Дальше цветовой баланс. Это подтягивание нужных цветов в работе. Например, если я добавляю несколько каких-то цветов, то, соответственно, он подтягивает нужные цвета. Дальше идет вкладочка кривые. Я думаю, с кривыми многие знакомы и с фотошопа. Значит, из любого редактора вообще на телефоне. Значит, смотрите, здесь мы можем корректировать наши с вами... Так, еще раз я выберу. Корректировать наши с вами параметры слоя и объектов. Значит, я нарисую что-нибудь, да, на новом слое, просто чтобы вы увидели. Кривые. Он делает либо более светлым, либо более темным. Соответственно, можно добавлять несколько точек. Например, делать вот такие разные штучки. По гамме использовать, по полной цветовой гамме или по красным, зеленым и синим. Например, зеленый подтянуть, а синий уменьшить. Соответственно, вы увидите, что цвет поменяется. Двумя пальцами по экрану действие у меня отменяется. Дальше. Карта градиента. Здесь можно создать свои градиенты. Он очень круто добавляет то, что нам нужно. Например, вот, да, я хочу добавить какой-то градиент. Но это при условии того, что у вас несколько цветов на объекте. Дальше у нас идет с вами параметр размытия. Все размытия использую. Самое частое гауссовое размытие. Размытие по гауссу иначе. Значит, я нажимаю и могу размыть наши объекты. Запомните, что в Procreate, как правило, тянутся такие эффекты вправо и влево. То есть, вы можете тянуть. И здесь ползунок показывает вам вправо, влево, вправо, влево. Соответственно, более сильно и более нежно вы можете размыть. Здесь вы можете также настроить процент. И нажав вот сюда на треугольничек, вы можете выбрать Pencil. Что это такое? Например, вы в кисточке можете выбрать кисточку и размыть определенный объект. То есть, например, определенный, скажем так, кусочек. Видите? Давайте мы вернем все, как было. Мы уберем размытие по гауссу. Дальше я еще раз нажимаю на этот треугольничек и начинаю размывать. Видите, у меня размывается не весь слой, а только выбранные, точнее, кисточкой залитые мной объекты. По сути, заливка размытия. Дальше у нас идет размытие в движении. Он размывает движение в одну или в другую сторону. Настраивайте, да? То есть, переворачивайте холст, и он, соответственно, размывает вам. Вы можете точно так же тянуть оп, вправо, влево, вверх, вниз. Точно так же здесь вытягиваться будут у эффектов пенсилом или на слой. Дальше идет размытие по перспективе или по направлению. Вы можете поставить точку схода, и у вас будет размываться в зависимости от точки, куда вы поставите. Или по направлению, которое вы будете корректировать здесь. Дальше, соответственно, идет параметры шума. Смотрите, это добавление вот таких вот точек. Да, видите, при приближении у нас образуется куча-куча пикселей. И, соответственно, здесь вы можете добавлять шум в виде облака, в виде валов, в виде хребтов. Он, видите, меняется, соответственно. И добавлять турбулентность, октавы, масштаб. То есть, корректировать эти настройки в зависимости от того, как требуется в иллюстрации. И цветение. Смотрите, я сейчас кисточкой провел линию. И теперь иду во вкладку цветение. Смотрите, у меня теперь появляется более светлый оттенок. Да, но я могу потянуть интенсивность. Оп! И смотрите, появляется такой немного неоновый эффект. Я могу добавить размер. И, видите, появляется такое размытие небольшое. Соответственно, этот размер я могу регулировать. Видите, будет так меняться мой неон. Соответственно, я могу тоже так же тянуть вправо-влево. И будет здесь меняться. Точно так же можно использовать слой и пенсил. Дальше идет у нас помехи. Смотрите, здесь мы можем добавлять такие артефакты, волны, смещения, сигналы, расхождение. То есть, это вот такие эффекты, которые вы можете регулировать и использовать в своих работах. Дальше идет у нас полутонность. Здесь, видите, такой добавляется эффект, как у таких поп-арт иллюстраций. То есть, вот получаются вот такие вот полутона. Здесь вы точно так же можете добавлять, менять, смотреть, что будет. И хроматическая аберрация. Значит, смотрите, здесь, видите, добавляется вот такая вот штучечка расхождения, смещения. Вы точно так же можете регулировать и изменять этот эффект. Значит, здесь мы с вами прошлись. Дальше. Обожаю этот инструмент пластика. Здесь вы можете изменять форму объектов, да еще и делать ее невероятной. Смотрите, я могу толкать. То есть, смотрите, оп, я толкаю. Я могу делать вихри. То есть, он завивает. Давайте я делаю нажим побольше. Оп, видите, он делает вихри. По часовой против часовой он может сжимать. Он может расширять объекты. Он может кристаллизировать и добавлять вот такой эффект. Может обрабатывать края. Восстанавливать все, как было. И делать коррекцию. Я использую первые, получается, шесть. Здесь, смотрите, я толкаю и я могу делать какие-то вихри. Зачем? Это, например, для дыма. Очень хорошо подходит для огня. И смотрите, здесь мы можем точно так же, как у кисточки, менять размер, нажим, искажение и импульс. Смотрите, вот эти три параметра зависят от того, что, вот, например, видите, он как будто водой размывается. Такой акварельный немножечко эффект появляется. Или вот эффект флюид арта, кто знает. Соответственно, вот, смотрите, я толкаю, видите, он размывается. Но я, например, уберу нажим и, видите, он будет толкаться не так сильно. Искажение точно так же. Он будет не так сильно искажаться. То есть он будет тяжелее толкаться и не так сильно искажаться. И импульс точно так же. То есть нет вот этого, скажем так, расхождения дальше. То есть если мы поставим все на максимум, вы увидите. Оп, и видите, оно еще идет и продолжает расплываться. Но если я уберу импульс, то, соответственно, здесь уже нет вот такого эффекта после. Значит, это пластика. И клонирование вы можете ставить и рисовать, клонируя, собственно, те же самые объекты, что и выделены вот этим вот кружочком. То есть вы можете перемещать и, соответственно, здесь рисовать. И смотрите, у нас есть с вами область выделения. Мы здесь с вами можем выделять автоматически какие-то элементы и, соответственно, дальше их трансформировать. Мы можем с вами произвольно выделять элементы какие-то и дальше их трансформировать, передвигать, рисовать в пределах этой области прямоугольником или эллипсом. Вот такие у нас есть области выделения. Смотрите, дальше у нас идет нижняя графа. Это добавить, удалить, инвертировать, копирование, вставить, смягчить, заливка цветом и очистить. Смотрите, я использую добавить. Вот давайте произвольно мы используем. Значит, смотрите, я добавлю и могу, например, рисовать в пределах того, что я выделил. И могу удалить. Значит, смотрите, удалить подразумевается. Оп, я замкнул и у меня появилась вот такая рябь. То есть, я удалил эту зону и могу рисовать в пределах вот такого пончика. Значит, смотрите, дальше я могу также инвертировать то, что я сделал. Например, оп, я нажал инвертировать. Теперь я могу рисовать в пределах другой зоны, которую я инвертировал. И все. Значит, все остальное я не использую и это нам не пригодится. Значит, дальше у нас идет инструмент трансформация. Конечно же, например, если мы выделяем какие-то объекты, то мы их можем трансформировать и передвигать. Вот эта стрелочка, это и есть инструмент трансформация. Значит, смотрите, я могу передвигать без привязки. То есть, смотрите, уменьшать, увеличивать, сжимать, как угодно, да? Передвигать. Значит, например, я передвинул. Также я могу однородно. Давайте я создам новые элементы для того, чтобы вам было понятнее. Значит, смотрите, я сделал круг, да? И теперь инструментом трансформации я буду показывать вам, как он изменяется. Смотрите, вот у меня изменяется круг в зависимости от того, как я меняю настройки. Вот я могу тянуть и он будет меняться. Дальше у меня есть однородное. То есть, я могу уменьшать и увеличивать в размерах объект в тех размерах, что я создал. Дальше есть искажение. Смотрите, искажение это про перспективу. Мы с вами можем натягивать, например, на перспективную сетку. И, соответственно, искажать точно так же, как без привязки, только при этом тянуть заточки и искажать, и добавлять их. Вот таким образом менять, да? И формировать. И дальше деформация. Деформация, соответственно, она деформирует по вот такой вот сетке, которая позволяет нам, соответственно, менять форму объекта. Значит, дальше у нас с вами идет, конечно же, нижняя панелька инструментов. Значит, смотрите, у каждого она своя. Есть привязка и магнит. Смотрите, что это такое. Например, я по магниту могу перемещать с вот этой синей линии. Она как бы поддерживает меня, чтобы я передвигал именно ровно. И, соответственно, здесь, чтобы я передвигал в одну и другую сторону. Дальше привязка, она тоже помогает сохранять все ровно и четко в пределах холста. И, соответственно, я использую вот такие настройки. Как правило, я использую только магнит. Дальше идет отобразить по горизонтали. Точно так же мы можем отобразить наш объект по горизонтали и по вертикали. Например, вот да. И, соответственно, дальше у нас идут повернуть на 45 градусов. То есть каждый раз можно повернуть на 45 градусов. Вписать в холст. Он увеличит и впишет весь холст. И, соответственно, здесь какой-то ближайший элемент я не использую. И сбросить. То есть вернуть на базовые настройки. Дальше у нас однородно. Точно такие же настройки здесь присутствуют. Искажения точно такие же. И деформация здесь присутствует. Сложная межсетка. Это мы с вами можем деформировать уже не только с точками. Смотрите, да. То есть если я ее выключу, то у нас только 4 точки. И вот таким образом я могу тянуть. А здесь со сложной сеткой я могу менять расположение каждой точки. И тем самым более детально создавать деформацию объекта. Готово. Значит, смотрите, дальше идет панелька инструментов наша с вами рабочая. Это кисти, ластики, слои. То, чем мы с вами и будем создавать наши иллюстрации. Поэтому, смотрите, кисточки. У нас здесь есть базовые наборы кистей. И вы их можете потыкать, посмотреть, какие кисти тут есть. И чем вы можете, собственно, рисовать. Дальше идет параметр палец инструмент. Это растушевка. То есть вы можете растушевывать объекты, которые вы нарисовали. И дальше, соответственно, ластик. То, чем вы можете стирать то, что нарисовали. Как я уже сказал в начале о том, что здесь у нас находится панелька, которая помогает нам уменьшать или увеличивать размер кистей и делать непрозрачными. Непрозрачность это... Вот, например, вы провели линию. И она плотна. Если я уменьшу непрозрачность, давайте я делаю. То, соответственно, вы линию будете видеть полупрозрачной. То есть такое слегка видно. И у каждой кисточки вы можете менять непрозрачность от 1 до 100% и размер от 1 до 100%. Также тут панелька отмена действий и возврат действий. Что еще у нас тут? Тут у нас слои есть. Значит, слои это важный элемент. Мы с вами разобрались, когда мы с вами подбирали DPI. И, соответственно, здесь у нас в слоях мы можем их создавать. У нас есть настройки слоев. Например, мы можем с вами применить и эффекты слоев. Обычный режим темнее, линейный затемнитель. То есть использовать какие-то режимы наложения слоев так, чтобы у нас создавались какие-то необычные эффекты. Цвет фона. Мы можем удалить фон или поменять цвет фона. Например, взять какой-нибудь желтенький или беленький. Получился флаг Японии. Это все, что касаемо слоев. Дальше у нас идет вкладочка цветы. И здесь у нас есть разные палитры. Значит, смотрите. Точнее, разные моменты, которые мы можем корректировать. У нас есть цветовой круг. Здесь мы можем с вами передвигать вот таким вот образом наши цвета. И, например, можно увеличить и, соответственно, здесь посмотреть, более детально подобрать цвета по нашему цветовому кругу. Значит, и точно так же я могу вернуть. Дальше идет классическая палитра. Это то, чем я постоянно пользуюсь. Для меня неудобно пользоваться цветовым кругом. Поэтому я использую классическую палитру для подборки более точных цветов. Значит, здесь мы с вами точно так же можем корректировать настройки тон, насыщенность и яркость. И, соответственно, передвигать вот такую вот красотульку и подбирать цвета. Дальше у нас идет гармония. Она показывает, какие цвета у нас лучше сочетаются друг с другом. Соответственно, здесь мы видим, что у нас зеленый отлично сочетается с розовым. И все это по цветовому кругу Итана. Дальше у нас идет значение. Это по модели HCB или RGB. Здесь вы можете более точечно разбираться с цветами. То есть подбирать какие-то более сложные оттенки и вбивать сюда проценты. Значит, дальше у нас идут палитры. И здесь есть множество разных палитр. Это мои палитры, которые я создавал. Вы можете смотреть их компактно и крупно. И, соответственно, называть свои цвета каждый раз, как вам нужно. И палитры точно так же вы можете назвать. То есть она пока стоит без названия. Точно так же вы можете создать новую палитру. Создать из камеры, из файла и из фото. Он вам конвертирует изображение в созданную палитру. Вот таким вот образом. Значит, и точно так же я могу дублировать, поделиться или удалить эту палитру. Это все, что касаемо цвета. Вот мы с вами разобрались с основами программы. Вы узнали все базовые элементы и все, что нужно нам для того, чтобы рисовать и создавать прекрасные работы в программе Procreate. Я надеюсь, что этот урок вам был полезен и вы разобрались в фишках этой программы. Ну а на этом я заканчиваю. Спасибо, что вы были со мной. С вами был я, скетч-декоратор. Всем удачи и пока-пока.